Больше 75 лет прошло с того майского дня, когда была подведена черта под самой кровопролитной в истории человечества войной. О событиях Великой Отечественной войны нужно вспоминать и рассказывать не только в преддверии Дня Победы. В военной теме внимание заслуживает все – от дат до имен, от видов вооружения до операций по наступлению или освобождению. В Год памяти и славы этому уделяется особое внимание. Встреча со славянскими ветеранами Великой Отечественной войны была посвящена масштабной операции по освобождению Белоруссии Багратион. Замысел ее состоял в том, чтобы не атаковать в лоб основные укрепления противника по главной шоссейной магистрали. Для прорыва линии фронта ставка запланировала серию окружений под Витебском, Могилевым и Бобруйском. В образованные бреши намечалось ввести танки молниеносным броском захватить в клещи основные силы противника под Минском. В ходе операции группа армий «Центр» потерпела сокрушительное поражение. Германские войска потеряли убитыми и пленными 289 тысяч, а также 110 тысяч ранеными. Об этом шла речь на мероприятии, куда были приглашены ветераны вооруженных сил, поисковики, юно-армейцы, общественники. Сегодня такое мероприятие проводится очень своеремно. Я считаю, что оно очень нужно, чтобы наше молодое поколение знало о Белорусской наступательной операции как части Великой Отечественной войны. Ну и я хотел бы сказать, что Белорусская наступательная операция – это величайшая операция в годы Великой Отечественной войны, которая проводилась. И она показала мастерство, оперативное мастерство командования «Красна-Ры». В центре всеобщего внимания, конечно, были фронтовики. Они вынесли на своих плечах все тяготы войны и завоевали Великую Победу. Их осталось, к сожалению, совсем немного. И тем дороже их живые свидетельства о легендарных сороковых. Орденоносец Василий Васильевич Вертель, который ведет активную работу с молодежью, участвовал в освобождении Белоруссии и хорошо помнит, как все было. Вот там мы и пошли наступление, освобождали населенный пункт, прошли через Минск, освободили полностью Белоруссию и вклинились уже на границу Латвии, Литвы. Вот наша 2-я гвардейская армия, 33-я дивизия, которая непосредственно участвовала в освобождении всей Белоруссии. Война, как черный беспощадный каток, прошла по белорусской земле, оставив после себя огромные разрушения. Она была вся разбита. Один бурьян был, и торчали трубы, которые люди жили в землянках, выходили из землянок, встречали нас. Страшно было на них смотреть. Это мужественный народ Белоруссия. Ни одной нации такой почти не было, как наши белорусы. Они сражали. У каждого солдата победы своя история битв и свершений в мирной жизни. Федор Данилович Коваль, старейший действующий хирург России, спас на фронте многие тысячи жизней. И тогда никто не интересовался, кто какой национальности. Все сражались за победу. Встречались различные национальности, но никто же никому никогда ничего не указан, что ты там такой-сякой, а я вот такой-такой. Там все были равны. Вот эта сплоченность, вот это чувство единства в то время было настолько велико и настолько развито, что дай Бог, чтобы сейчас, особенно среди нашей молодежи, это чувство было таким же. Славянские поисковики на переднем крае патриотической работы. Их усилия по восстановлению имен павших героев трудно переоценить. Было очень здорово, что родственники наконец-то узнали, где лежат их родные. И еще самое свежее, то, что еще практически вы впервые сейчас услышите об этом. Поисковики нашли обломки советского самолета-бомбардировщика и уже смогли назвать имена геройски погибших летчиков. Летчик Елисеев Иван Степанович, старший лейтенант. Дроздов Борис Владимирович, штурман, звание капитан. И стрелок-радист Рузьяченко Виктор Васильевич, старший сержант. В адрес фронтовиков и их подвигов в этот день прозвучало много добрых слов. Люди делают все, чтобы подвиг, ваш подвиг был, остался в памяти. Цена этой победы великой, цены назвать невозможно, очень трудно. Потому что даже спустя 75 лет кровоточит все в наших сердцах и вызывает слезы. Все, о чем говорилось на мероприятии, что делается по военно-патриотическому воспитанию молодежи, нашло свой отклик в юных сердцах. Помним этот подвиг и помним их мужество и отвагу, их беззаветную любовь и преданность народу и отечеству. Мы, молодое поколение, делаем все, чтобы тень войны больше никогда не нависла над нашим небом. Пусть доброй волей людей утверждается мир на родной земле. Это будет лучшим памятником нашей великой победе. Прозвучало много самых теплых пожеланий, в том числе и от представителей краевого и районного советов ветеранов в адрес приглашенных фронтовиков. Им были вручены подарки. Славянские артисты исполнили для собравшихся хорошие песни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Такие, как это, встречи с ветеранами, последняя возможность узнать про войну от людей, которые видели ее своими глазами. И это дорогого стоит. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу павших героев в парке 40-летия Победы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует...